История с выбором банка Выбор банка Это тоже важно Исходя из дальнейшего обслуживания Потому как покупатель Покупать недвижимость будет вместе с агентством А обслуживать ее он будет уже самостоятельно И об этом тоже нужно подумать Как комфортно будет общаться Или же как комфортно будет передавать документы Приходить, что-то узнавать Есть ли в этом банке электронные, онлайн-банки Чтобы человек мог с любой точки мира посмотреть Что происходит с его счетом Давай практически говорить Вроде как все банки наверняка требуют Одинаковый набор документов Одинаковые условия общения при покупке Или это не совсем так В теории да Потому как законы национального банка Равны для всех банков Но есть послабление И есть лояльность Например, для резидентов Германии И граждан Германии Или резидентов Германии И граждан Евросоюза Есть банки, где не нужно предоставлять Все документы о доходах Где нужно предоставить только паспорт И налоговый номер И в этих банках Они самостоятельно могут получить эту информацию То есть это упрощает Потому как Тебе не нужно обращаться в свою компанию Меньше хлопот Да, искать документы Ждать их, запрашивать И тратить на это время Это важно И также, что касается списка документов Есть некоторые банки Где можно подать документы На определенных языках Например, на русском Или английском Когда в банке есть сотрудники Которые уполномочены переводить И сделать всю работу За тебя, по сути Да, да Это не всегда Не всех операций касается Но это есть И тем самым мы экономим И средства на перевод И уже проверив работу с банком Мы тоже знаем Как это будет И что это в данном случае В исчезновении надежности Да, да И обязательно стоит здесь отметить Что документы переводить для банка Необходимо только У присяжного переводчика в Испании Либо же в посольстве Испанском Сделать обычный перевод Просто у переводчика в другой стране Пусть даже высоко квалифицированного Невозможно Банк просто не примет Это будут опять же потраченные средства И время Сроки получения документов Для сделки Еще один деликатный момент Срыв сроков Это как минимум нервы А как максимум Расходы И невозможность завершить сделку Что важно помнить тут Идем дальше Налоговый номер иностранца Ты сказала В одной из наших предыдущих серий Что его в принципе Можно оформить И у себя на родине И в Испании Какой вариант предпочтительнее? Да, совершенно верно Можно оформить и в Испании И в своей стране Но Всегда нужно обращать внимание На сроки Потому как Оформляя налоговый номер иностранца В посольстве В своей стране Это может занять И несколько недель И несколько месяцев А в Испании Его можно получить За один-два дня Поэтому Когда клиента Есть время И возможность Получить его В Испании То мы всегда рекомендуем Только здесь это делать Чтобы избежать случаев Когда затянется Процедура В посольстве И Это может повлиять На перенос Даты сделки А это нужно Если под это подвязан И продавец Если еще есть привлечение в ипотеки То это подвязан и банк И нужно будет переносить Все эти Такие примеры бывали? Однажды Однажды мы имели случай Когда клиент Не успел Он приехал на выходные Решил, что ему нужно Купить недвижимость Он ее выбрал Мы подписали договор резерва Оплатили резерв Но больше мы ничего сделать Не успели И он таки хотел Покупать с привлечением ипотеки И здесь в определенный момент Для банка Для получения кредита Необходимо предоставить Этот налоговый номер А у нас его не было И поэтому клиент Решил его получить В посольстве Это было в Москве И мы прождали Почти три месяца И каждый раз В посольстве нам говорили Что да, да Вот уже на днях Вот уже на днях Потом человек ушел в отпуск Его никто не заменял И мы все ждали Ждали, ждали Ждали И закончилось все тем Чтобы человек сюда приехал И мы получили номер здесь Нельзя сказать Что это во всех странах так Хотя на самом деле Все посольства Передают документы в Испанию И процедура вроде как У всех одна Но бывали случаи Когда их быстрее получали Но если есть время Если есть, например Подписан договор резерва С компанией-застройщиком И покупка будет Мы знаем Через полтора-два года Конечно тогда можно Обращаться в посольство Есть это время И получить Если вы знаете Что у вас нет Такой возможности И времени Рисковать не нужно Раз уж мы с тобой Заговорили о времени Ну понятное дело Что получение налогового номера Оно занимает время Но например Та же ипотека Вернее согласие На ее выдачу Оно может занимать Не меньшее время Да Совершенно верно И это также нужно учесть Что рассматривать Кредит в банке Будут от трех до пяти Иногда из шести Семи недель Это с момента Полной подачи Всего пакета документов Это обязательно нужно учесть Если планируется покупка С привлечением Ну то есть учесть И соответственно Прописать в договоре При резервировании объекта И понимая Что всегда есть риск Что это согласие банка Ты будешь ждать Настолько долго Что Ну или один банк Может доказать Другой потом согласится Что ты в итоге Просто не уложишься в сроки И есть риск Ну во-первых потерять деньги А во-вторых не купить объект Который ты хочешь приобрести Да Ну Потерять Если уже все решено По поводу покупки То можно не потерять Дополнительным соглашением Продлить сроки Но опять же Это Я говорю что В данном случае Подвязан в эту сделку И продавец И банк И особенно если продавец Живет в другой стране Ему нужно прилететь Он прилетит А ничего не готово А у него тоже один день Поэтому это серьезные вещи И подходить к этому Тоже нужно серьезно И на этапе подписания Договора резерва Мы всегда Проговариваем Покупка будет за собственные средства Или с привлечением в апотеки Если даже продавец Может находиться В другой стране Что уж тогда Говорить о покупателе Мы не всегда Можем прибыть В Испанию По первому золу Но сколько раз Приезжать все-таки Необходимо Очень часто бывает такое Что покупатель Не может прилететь Даже на покупку Даже общаясь с нами По телефону Спрашивают Сколько раз Я должен прилететь в Испанию Чтобы совершить покупку Можно все организовать так Что только одного раза Будет достаточно И в этот один раз Мы оформляем доверенность Доверенность Можно оформить На покупку Только лишь на покупку Некоторые думают Что это и на продажу На распоряжение Нет Также важно отметить Для чего еще нужна доверенность Когда человек знает Что он не может Часто приезжать Либо же Когда он отдает Свой объект Нам на управление Либо же в отдел аренды Для сдачи своего объекта В аренду Либо же у нас есть услуга Когда мы берем объекты Для того чтобы Следить за ними Раз в месяц проветривать Забирать почту В почтовом ящике Проверять там Оплачены ли коммунальные услуги Налоги Своевременно То в этом случае Также необходима доверенность На нескольких сотрудников Компании Чтобы была Взаимозаменяемость На представление В различных учреждениях Например в налоговой Чтобы можно было пойти Узнать что случилось В чем дело Если там что-то заблокировали Или что-то какой-то пришел В неплановый счет На представление На подключение интернета Например На подключение Того же телевидения На то чтобы подать Документы в банк Это тоже важно И об этом стоит подумать Еще на этапе подготовки Всех документов В сделке Ты говоришь Что человек должен Хотя бы один раз В Испании появиться Кроме оформления Вот этой доверенности Что еще он обязательно Должен сделать Чего по доверенности Сделать нельзя Или не стоит Единственное Пожалуй Что нельзя сделать По доверенности Это Пойти Пройти идентификацию В банке Если Нет с собой документов Как мы говорили А счет нужно открыть То мы с паспортом Приходим в банк Банк смотрит Что это реально Этот человек Что это его паспорт И что в ближайшие дни Мы предоставим документы Для завершения Открытия счета Если у вас остались Вопросы Связанные с процедурой покупки А они остались Наверняка Задавайте их Прямо в комментариях К серии И конечно подписывайтесь На наши обновления А мы в следующий раз Начнем разговор О содержании Недвижимости в Испании Во что оно обойдется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok